Послание Отца Абсолюта 24 июня 2022 года. Не роскошь, а средство передвижения. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы с вами поговорим о средствах и способах передвижения в мире четвертого измерения. Как уже упоминалось в посланиях представителей сил света, ваши галактические братья будут щедро делиться с вами самыми передовыми технологиями. Но происходить это будет постепенно, по мере того, как ваше общество будет избавляться от наследия прошлого, когда современные технологии использовались в основном в военных целях, а также в интересах правящей верхушки. Транспортные средства, которыми вы будете пользоваться в мире четвертого и уж тем более пятого измерений, будут кардинально отличаться от ваших нынешних автомобилей, самолетов, поездов. Они будут работать уже совсем на других принципах, и для перемещения из одной точки земного шара в другую вам потребуется совсем мало времени, от нескольких часов до нескольких минут. Людям предстоит осваивать новую технику, которая покажется вам фантастической по сравнению с той, которой вы обладаете сейчас. Главным отличием ваших новых транспортных средств будут экологическая чистота и бесшумное передвижение. Это кардинально изменит вашу жизнь, поскольку выхлопы, шум моторов и прочие атрибуты нынешнего транспорта пагубно влияют на ваше здоровье и психику, несмотря на то, что вы уже к ним привыкли и порой их даже не замечаете. Представьте себе планету, тишину на которой нарушают лишь природные звуки, шум воды, пение птиц, шелест листвы. Это будет уже совсем другой мир – высоковибрационный, гармоничный, спокойный, величественный. Постепенно сотрутся границы между странами, как это происходит, например, сейчас в Европе, и люди будут спокойно путешествовать по миру без всяких ограничений и формальностей. Как вы уже, наверное, догадались, все ограничения, связанные с перемещением людей по миру, имеют все ту же цель – разделять и властвовать, а также провоцировать людей на выброс негативных энергий, выгоняя их в финансовые расходы и стрессовые ситуации. В трехмерном мире закон свободной воли нарушается повсеместно, в результате чего разыгрывается целая трагедия и рушатся судьбы миллионов людей. Планета Земля, которая изначально по праву рождения принадлежит каждому человеку, являясь его домом, независимо от того, в каком месте он родился и проживает в данный момент, была превращена для многих людей в тюремные камеры по месту жительства, из которых им не суждено было выбраться до самой смерти. Все эти преграды – безовые, психологические, физические – исчезнут на Земле четвертого измерения, и человек будет волен сам распоряжаться своей судьбой, выбирать себе место для проживания и способ передвижения по планете без всяких формальностей и бюрократических препон. Вы вдохнете полной грудью, вдохнете полной грудью, ощутите себя вольной птицей, для которой не существует границ и которая может летать повсюду, куда позовет ее душа. Многие из вас сорвутся с насиженных мест и обретут новое место жительства, притянувшись туда интуитивно, и вполне возможно, это будут ваши кармические привязки, возвращение туда, где вы были когда-то спокойны и счастливы. Конечно, какое-то время языковые барьеры и местные обычаи еще останутся препятствием на пути вашего свободного перемещения по свету, но со временем и эти издержки прошлого будут преодолены, и вы везде будете чувствовать себя, как дома. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождение.